добрый день дорогие подписчики добрый день зрители ютуба вы на канале технических решений энергомаг и меня зовут александр и сегодня мы предлагаем основные принципы подбора размещений монтажа ограничителей перенапряжений или проще говоря узи узи это устройство которое предназначено для защиты электрических сетей и соответственно оборудование которое подключено в эту сеть от перенапряжений которые могут быть возникнуть внутри сети при переключениях либо других фосмажорных обстоятельствах либо при атмосферных перенапряжениях которые могут возникнуть во время грзы либо удары молнии возле здания или не дай бог непосредственно в само здание где находится эта электрическая сеть и эти рекомендации которые о которых мы сегодня говорим они основаны на стандартах МЭК что такое МЭК это международная электротехническая комиссия это организация которая была создана в 1906 году для того чтобы привести все стандарты к одному в разных странах в лондоне создана а в данный момент центральный офис находится в Швейцарии в Женеве и в эту комиссию входит более 60 стран мира в том числе и Украина и на основе стандартов МЭК разрабатываются стандарты ГОСТ и правила всех стран которые входят в эту комиссию в том числе все украинские правила они разрабатываются и сдаются на основании ГОСТов МЭК поэтому я рекомендую вам досмотреть видео до конца для того чтобы получить полную информацию и разобраться если у вас есть какие-то вопросы в этой теме УЗИПы сейчас рекомендовано устанавливать в любом электрическом щите вне зависимости это частный дом или это офис или какое-то производство в любой сети могут произойти такие явления и для того чтобы защитить вашу технику вы должны не жалеть денег не экономить потому что при всей стоимости большой УЗИПа однозначно он стоит дешевле чем вся бытовая техника в вашем доме или вашей квартире итак как правильно организовать и где должны быть установлены УЗИП в любом здании должна быть ступенчатость систем защиты от перенапряжения если здание имеет молния защиту то нужно использовать три ступени ну и не только если молния защиту а молния защиту в обязательном порядке три системы три ступени защиты от перенапряжения как вы можете посмотреть на рисунке состоит это защита из трех ступеней и первая ступень это на которой должно быть должен быть установлен УЗИП это на вводе если к вашему дому подходит воздушная линия то в обязательном порядке должен должен стоять УЗИП на вводе и первая ступень ограничивает если вы видите или можете посмотреть напряжение до 4000 вольт и как я сказал устанавливается в главном распределительном щите вторая ступень устанавливается как правило уже на разных если мы говорим о многоэтажном здании устанавливается в этажных щитах и ограничивает напряжение до двух с половиной тысячи вольт зачем нужна вторая ступень если будет мощный всплеск или импульс при напряжении то первая ступень может не погасить полностью этот импульс и он может дойти до второй ступени третья ступень ограничивает напряжение до 1500 вольт и устанавливается уже непосредственно возле потребителя что это может быть за потребитель например сервер либо какое-то дорогостоящее оборудование есть даже продаются УЗИПы в форме розетки которая включается в обычную розетку и туда уже подключается оборудование для того чтобы защитить дорогостоящее оборудование как я говорю сервер либо компьютер либо еще что-то из чего состоит первая ступень это как правило разрядник которые те УЗИПы которые стоят ну есть УЗИПы которые имеют совмещенные 1 плюс 2 то есть и первая и вторая ступень там установлен классический разрядник который в момент импульса напряжения или скачка напряжения просто происходит разряд и понижает напряжение до уровня до нормального уровня вторая ступень вторая ступень это уже варистор то есть резистор резистор это что это сопротивление которые путем понижения сопротивления резкого уменьшает импульс и происходит разряд то есть гасит этот импульс который не дай бог может вашем быть доме или даже в квартире ну квартире маловероятно но если частный дом то обязательно первый класс нужно в обязательном порядке устанавливать неограничители при напряжении они есть на разные токи разряда разрядные которые они способны выдержать это от двух с половиной киломпер до 50 кило ампер на 50 кило ампер это в основном класс 1 так как вы я как я говорил если есть молния защита в доме то не исключено попадание если объединены контуры заземления молния защиты и заземления то для того чтобы если попало прямое попадание молнии в молнию защиту чтобы не было всплеска напряжения внутри дома ну и третий класс как я говорил это уже непосредственно возле потребителя то есть возле сервера там устанавливается отдельно свой узи какие характеристики узи по вот первый класс назначение какое это ограничение очень больших значений токов грузовых разрядов не допущение проникновения тока молнии всякого рода при напряжении к электрическому оборудованию расположенного внутри этого помещения или дома второй класс это ограничение при напряжении между фазными приводниками abc и защитным п е проводником то есть между фазами нулем и землей и защита нейтрального проводнямиódнибудь рекомендация при напряжении окружающие коллерозе технического закона и защита кто находится resiste и сотрудниками whichossa и suppไ M மMrW соответственно было то естьoso wzglэк cave мы был у кого-то так же снимали encima которые обычно известны вот точной оптим Improvement свой они на тех пор процессы иesse тоже наполнены люблю полегchez в предборных звцами держава грузовные заземления я смотрю пиксточки часто сколько секретаем лиета как хотя и почему же теперь если тело αποимопорWhoa и органишением 他们 теплым токовым поводником delivered УЗИПов в линии электропитания имеет принципиальное значение для последствий этой сети как я уже говорил УЗИПы монтируются первый класс это снаружи или на вводе второй вместе перехода кабельной линии через стену то есть если например у вас стоит щиток на улице а далее идет воздушная линия к дому то должен быть УЗИП установлен на опоре и это первый класс второй класс должен быть установлен даже не так если воздушная линия то должна должен быть еще один такой же УЗИП установлен внутри помещения потому что не исключено попадание молнии в эту воздушную линию от опоры к вашему дому а внутри если говорим уже внутри многоэтажного например помещения то уже в отдельных щитках должны стоять свои УЗИПы какой еще важный вопрос это стойкость УЗИПов короткому замыканию в каких случаях нужно устанавливать защиту отдельно на УЗИП а в каких не нужно хочу обратить внимание что в инструкции каждому УЗИПу есть схема в зависимости где написано в зависимости от системы заземления как нужно подключать УЗИП классически если ток водного автомата номинальный ток водного автомата не превышает 125 ампер то отдельно на УЗИП не нужно устанавливать защиту если превышает ток водного автомата больше чем 125 ампер то тогда на УЗИП отдельно нужно устанавливать еще защитный автомат какой это вы можете посмотреть в инструкции к УЗИПу или к ограничителю перенапряжения если правильно говорить какие схемы соединения тоже вы можете посмотреть в инструкции или вот на примере ТНС и ТНС как конкретно подключать я говорю вы посмотрите ну при подборе конечно нужно взять каталог и смотреть в каталоге в которых как правило все производители они пишут у них есть такие таблицы в которых написано что для системы ТНС например вот такие вот УЗИП и ТНС другие ТТ но ТТ это редко применяется такая схема схема вернее система заземления и в одной автомат то что вам нужно для того чтобы правильно подобрать УЗИП ну такая основная информация если у вас остались или появились вопросы пишите в комментариях будем рады ответить на эти вопросы если видео понравилось не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео среди своих знакомых друзей и социальных сетях оставайтесь подписчикам нашего канала становитесь подписчикам нашего канала на нашем канале будет не скучно на нашем канале будет интересно всего хорошего